Дорогие друзья, всем большой привет! Как вы помните, в прошлом видео мы вместе с вами гуляли по магазину и выбирали новогодние украшения и новогодний декор. И в прошлом видео я купила себе целую елку, свою собственную, которая вот сейчас стоит рядом со мной. И в сегодняшнем видео я хочу ее украсть, потому что мне уже не терпится создать новогоднюю атмосферу в своей комнате. Она уже несколько дней стоит у меня в комнате, в такой коробке. Я ее не открывала, не смотрела, и я прям не могу. Сейчас уже поздний вечер, но я решила, нет, я все-таки возьму в свои руки эту елку и украшу прямо сейчас. Так что погнали! Здесь сверху коробки есть вот такая вот наклеечка, на которой написано, что мою елку зовут Смайлик. Ну что, я взяла ножницы и давайте попробуем открыть уже нашу елочку. Сейчас я попробую так разрезать ее и заглянуть. Мам, здесь не наша елка, здесь белая. Как белая? Ой, я же в ящик зацепилась. Здесь белая елка. Шутка! Но она могла быть белая, если бы мы купили тот снег. Но еще не поздно. Мы можем сделать ее заснеженной с помощью того снежного баллончика. Так, ну что, я открыла нашу елочку. Сейчас я положу ее на пол, чтобы было удобнее ее достать. Опа! Ну что, открываем и собираем нашу елочку. Так, вот она, красавица наша. Она состоит из нескольких частей. Вот сейчас коробочку открыли. Так, ого, она такая тяжеленькая. Так, первая часть, это большая. Здесь получается верхушка у нее отдельно. И подставочка. Вот, резиночками смотана. Сейчас надо еще разобраться, как это все собирается. Вот, смотрите, какой у меня домик появился. Ну что, давайте разбираться вместе. Я вижу вот такие ножки. И здесь есть вот такие вот части, которые нужно вот сюда вставить. И они вот так вот сюда заезжают. Кстати, легко. Я думала, они сложно будут сюда заезжать. А нет. Здесь всего три ножки. Так, это я не так делаю. Вот. О, смотрите, я вам мастер. Мастер, правда. Смотрите. И все. 30 секунд и елка собрана. Я как будто всю жизнь елки собирала. А теперь надо найти, куда верхушку вставлять. Посмотрите, здесь не видно. Вот куда ее можно сюда вставить. Так, я думаю, надо распушить сначала елку, чтобы понять. Так что давайте быстренько ее вот так вот веточками распушим, опустим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, посмотрите, какая красоточка у меня получилась. На моем комодике она вообще такой высокой смотрится. Она такая пышненькая. Мне очень нравится. Я прям не ожидала, что она так классно будет смотреться в моей комнате. Ну, а сейчас следующим шагом это будет гирлянда. И вот сейчас хочу посмотреть, как будет смотреться вот эта на ней. Так что сейчас быстренько ее распутаю и приложу к ней. Ну что, вот я уже повесила гирлянду на свою красотку. И посмотрите, как красиво получилось. Она на таком черном проводе, его вообще не видно. И вот эти шарики беленькие так хорошо выделяются, контрастируют. И днем она будет смотреться, как будто уже украшена такими маленькими белыми шариками. Сэкономлю на игрушках. А вечером они будут красиво гореть. Я, кстати, еще ее не включала, так что давайте попробуем вместе с вами это сделать. Ну что, давайте. Раз, два, три. Елочка, гори. Вау, смотрите, как прикольно. Эта гирлянда у меня разноцветная. Мне прям так нравится. Класс. У меня прожектор тут стоит. Не получилось мало выключить весь свет. Но мне кажется, и так видно, что очень красиво будет. Мне прям очень нравится. Пишите в комментариях, как вам. А сейчас я принесла два вот таких вот пакета с новогодними игрушками. И сейчас хочу определиться с цветовой гаммой, в которой я буду украшать свою елку. Так что давайте вместе с вами переберем игрушки. Кстати, здесь вы видите у меня дождик. Но вообще мы им никогда елку не украшаем. Я это не очень люблю. Мы им просто перекладываем игрушки, так как у нас большинство стеклянные, чтобы они не побились. Так что давайте выбирать цветовую гамму. Вообще я хочу нарядить елку в таких нежных цветах. Например, белый, розовый, серебристый. Так что сейчас буду откладывать игрушки этих цветов. И серебристый и белый у нас точно есть. А вот насчет розовых я не уверена. Так что если я их не найду у нас, то придется опять ехать в галактику и покупать розовые новогодние игрушки. Ну что, вот наш первый серебристый шарик откладываем. Я, кстати, не знаю, пойдут ли мне сиреневые. Как думаете? Но я пока их не буду брать в счет. Так, ищем серебристые. Пока что попадаются игрушки всех цветов, кроме тех, которые мне нужны. Но у нас вообще очень много новогодних игрушек. Всех-всех-всех цветов. О, беленькие, смотрите. Правда, эти такие молочные. Мне кажется, нормально. Да? Сильно большие. Точно, у меня же елка небольшая. Большие не подходят. Я об этом как-то не подумала. Ну что, заканчивается у нас контейнер. Итак, ни одной игрушки мы не нашли. Мне кажется, нам придется не только за розовыми, мама, ехать, а вообще за всеми игрушками. Так, допустим. Здесь я вижу опять большой, большой, большой. Я вас, кстати, не обманываю. Тут правда у нас только большие игрушки. Все. Мама. Походу, украшение нашей елки на сегодня заканчивается. Пока что на моей елочке не больше десяти шариков. Ее спасают только вот эта белая гирлянда и вот такие вот милашки-ангелочки. Хорошо, что их у меня много. Ну а пока что я буду наряжать свою елочку. Хочу вам рассказать про выходные и как я их провела. 6 декабря у моей мамы был день рождения. Кстати, интересный факт. Моя мама родилась в один день вместе с Дедом Морозом. У них дни рождения в один день. Кстати, в Донецке уже начали устанавливать главную елку. Мы с папой готовились к дню рождения мамы заранее. И сегодня вот забираем шарики. Мы заказали вот такой вот большой фонтан. И сейчас нам его упакуют в такой пакетик, чтобы мы его удобнее довезли. Также нам сейчас нужно пойти и заказать несколько букетиков. Нам нужно целых три, чтобы подарил папа, Егор и Давидик. Мы зашли в цветочный магазин. Здесь много-много разных букетиков. Первый большой букетик, я думаю, мы составим сами из любимых маминых цветочков. И еще нам нужно две маленькие, миленькие корзиночки. Так что сейчас будем выбирать. Цветочки, думаю, вам покажу потом попозже. Но сейчас мы делаем наш основной большой букетик. Я сейчас выбираю оберточную бумагу. И скоро мы пойдем упаковывать наши подарки. У нас их много, и нам некоторые из них нужно красивенько оформить. Посмотрите на нашу машину. Она битком набита разными подарками. Ну а мы едем дальше за тортиком и за роллами. Какой же день рождения без роллов. У нас в семье их любят все. Обещала вам показать потом наши букетики. Вот они. Это самый большой из маленьких белых розочек. Наша мама их очень любит. Это букетик, который дарил Егор. Здесь просто большая, красивая орхидея. И много маленьких, миленьких цветочков. Он мне очень нравится. А это букетик Давидика. Здесь много таких нежных пастельных цветочков. Как я говорила, у нас в семье роллы любят все. Даже маленький Давидик. И наелась я, конечно же, в тот день до отвала. Было очень-очень вкусненько. В общем, вот так вот я провела свои выходные. И еще раз хочу поздравить мамочку с днем рождения. Вообще завидую тем, у кого день рождения летом и в декабре. Ну, летом это понятно. Почему? Потому что это лето, каникулы, солнце, пляж, море. А в декабре, потому что я считаю, что это самый сказочный месяц в году. Ну, согласитесь, когда мы еще так наряжаем дом. Вот елка, гирлянда, разные мишура, светильники. Ну, и мне кажется, у всех такое праздничное настроение в декабре. Вот, например, у моей мамы и у Давидика день рождения в декабре как раз-таки. Вот у мамы прошел, и скоро у Давидика будет. Но также у меня есть две новости. Одна хорошая, а другая плохая. Давайте начнем с плохой. Пожалуй, это все. Больше игрушечек я у себя не нашла дома. Видите, у меня здесь много ангелочков красивых. Ну, и нам придется, как вы уже видите, ехать с вами в галактику на шоппинг и покупать новые игрушечки. Хотя, пожалуй, это не такая уж и плохая новость. Ну, и хорошее, это то, что я только что украсила свое окошко. Сейчас покажу вам его поближе. Окошко я решила украсить такой же гирляндой, как и мою елочку, только здесь диаметр шариков немного поменьше. И вообще у меня все будет в таком одном стиле. Тут такие лампочки и там. Мне очень нравится, как получилось. Я в прошлые годы сюда вешала такую гирлянду-шторку. Было очень красиво. Но в этом решила как-то по-новому украсить. И та гирлянда у нас переедет в другую комнату. Вот, столько, что все развесило. Мне так нравится вообще. Также я сюда поставила вот такие два аквариума. Здесь я сделаю красивенький декор. Я сюда просто сейчас вот такой временный поставила, чтобы вам было более понятно, наглядно видно. Итак, также, возможно, я сюда положу такую елочную гирлянду. А вот эти гирляндочки переместятся на елочку здесь. Напишите вообще в комментариях, как вы думаете. Оставить так, как есть? Или сюда еще зелененького добавить? Мне будет интересно почитать. В общем, друзья, как вы, наверное, уже поняли, это далеко не последнее видео про то, как я украшаю свою комнату. Ну а вам большое спасибо за просмотр. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok